Жух! И все, всем привет, ребята! Вы на канале Пиви Пиксели, с вами, как всегда, Number One Андрей. И сегодня, ребята, мы распакуем и также сравним, что лучше, Браво Старс карточки или АТБ Арена карточки. А также, ребята, если это видео набирает 2000 лайков всего лишь в течение 24 часов, то я разыграю эти карточки и всё содержимое, естественно, здесь внутри. Так что, ребята, ставьте лукасы, обязательно подписывайтесь на канал, ну а мы приступаем. Е-бой! А также я буду вести отчётность в виде календаря, ну, в виде календаря и в виде ручки. То есть, тут я бы нарисую, напишу, Браво Старс, Браво Старс, а здесь будет АТБ Арена. Окей, и мы посмотрим. Илит, что случилось? Я случайно задел её, оно порвалось. Чё? Ладно, окей. Мы приступаем смотреть и всё в этом роде. Сразу же, ребята, хочу сказать, в каждой из этих карточек, то есть, давайте про ценник сначала. Чтобы получить здесь одну карточку, мы должны потратить не меньше 15 гривен. И я уже рассказывал в одном из своих видео на канале «Потому что пиксели». Это мой второй канал про АТБ. Или же я на этом канале рассказывал. В общем, всё равно подписывайтесь на мой второй канал «Пи и пиксель». Точнее, «Потому что пиксели». Ссылочка будет в описании. Ну и на этом или на том можете посмотреть, сколько я заплатил за карточки. Я заплатил за них 7000 гривен. Поэтому, ребята, обязательно посмотрите этот видос, и вы узнаете ценник. То есть, эти карточки реально дорогие. Одна карточка и один вот этот вот пак. Этот пак стоит от 10 до 15 гривен. Но я их брал за 12, но я их видел за 10 и за 12. Но, может быть, они достигают цены до 15 гривен. Я точно не знаю, но реально я покупал их за 12, но видел за 10. Я думал, блин, почему я за 10 всё-таки не взял? 2 гривна бы сэкономил. Ну ладно. Окей, то есть, 8 карточек против одной карточки. И, естественно, Бравл Старс для меня побеждает по ценнику. По ценнику. Так, смотрите. 1, тут будет пускай 0, да? 1-0. 1-0 в пользу Бравл Старса. Окей. И мы открываем, естественно, Бравл Старс первым. Потому что они выигрывают, они выигрывают, они побеждают. Тут, как вы видите, реально идёт 8 карточек. Смотрите, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 карточек, да? Как я и сказал, давайте же их заценим и посмотрим. То есть, у нас здесь попадается Кроу, у нас здесь попадается Карл, у нас здесь попадается, как его, как его, Динамайкс. Ну, или Динамайк. Динамайк в другом обличии. Один из первых, вроде бы, да. Кольт. Также у нас идёт Бо, или... Да, это Бо, естественно, это Бо. Это Бо. Чё, 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 чё? Так, Роза и ещё раз Карл. Все карточки попадаются абсолютно разные. И этим и круто. Когда ты покупаешь любой пак, здесь тебе попадаются разные карточки. И это огромный ещё один плюс. Вот такой вот, ребят. Вот такенский. Также, ребята, этими карточками можно играть, как и с АТБ арены. То есть, видите, камень, ножницы, бумага здесь идёт. Камень, ножницы, бумага. То есть, вы можете играть, такие сидите, такие, типа, как в покере, такие, типа, хм... Я ставлю ручку, а я тетрадку. Ну что ж, давай зарубимся. Окей. Я кидаю ножницы. А ты такой... А я такой... Типа, где камень, где камень, где камень. А, вот. А я такой камень. Йоу, я победил и забираю все себе прижи. Ну, или типа такого, да? Вот такие вот, ребят, мы с... Так, что я хотел сказать? Что я хотел сказать? В общем, вот такие крутые карточки. Вот что я хотел сказать на самом-то деле. Ха-ха. Так, вот такие карточки разные идут. Поэтому мы тоже, ними можно играть. И тоже ставим сюда плюс самбо. С вот такенский, здоровенский. То есть, три плюса. Окей. Также, ещё можно сказать, что они супер-мега-красивые. Потому что у каждого персонажа, даже если попадается один и тот же, но у него, смотрите, разные позиции. Красивые картинки на заднем фоне. Очень всё круто и классно. Согласитесь-ка. И некоторые даже из них переливаются. Даже не некоторые, а практически все. И реально можно собрать какую-то чётенькую коллекцию из этих карточек. Потому что я такую коллекцию уже, ребята, собирал. И, наверное, даже когда-то вам покажу. Да? Если попросите, напишите в комментариях. Я обязательно покажу. Окей. Но, что же. Переходим к АТБ-аренам. АТБ-арене теперь. Каждая карточка запечатанная сама по себе. И это круто. Потому что ты интригуешься перед каждым событием. Поэтому ставим сюда плюс. Вот так вот. Один балл. Также эти карточки, ну, сами по себе, очень крутые. Это как сравнивать, знаете, обычный Xiaomi с каким-то Samsung, да? Или Apple. Вот. Поэтому тоже, я думаю, за это надо плюс поставить. Ты берёшь, открываешь, как... Ну, смотрите, да. Это за это 100% плюс. За это 100% плюс. Эти карточки меня так не сильно мотивируют по красоте. Но вот эти, посмотрите, как будто реально какой-то Gold VIP Premium Cards, да? Тут идёт лимитиверновая серия и всё в этом роде. Окей. Ладно, давайте открывать, смотреть, что там дальше будет. Так. У нас здесь попадается Вершник Темривый. Окей. Давайте посмотрим следующую карточку. Что же нам здесь попадётся? Так. Здесь попадается Brut. Ребята, две карты! Две карты! Второй раз попадается! Второй раз попадаются две карты! И это Вершник Темривый и Brut. Йоу! Я в шоке! Вот за такие сюрпризы это и круто! Ребята, я сразу извините за это поставлю лайк, потому что, ну, я не знаю. Я не знаю. Это очень круто. Также, ребята, здесь реально много раз. Много всего интересного и много разных героев. Поэтому тоже ставлю плюс. И сюда, и сюда. Да, потому что у каждого из этих игроков разные есть образы, разные есть модели и всё остальное. Поэтому я тоже сюда поставил плюс. Уж извините, но это так. Это правда. Ху! Две карты попалось в одной! В шоке! Ребята, мне второй раз в жизни такое попадается! Второй раз в жизни такое попадается! Вы представляете? Кстати, блин! Кстати, надо было бы как-то проверить их. Может, они как-то дёргаются там внутри? Также можно было бы приходить и выбирать. Окей, ладно. Открываем следующую карточку. И у нас здесь попадается Вуконг. Блин, я так уж и подловился. Я подумал, что ещё одна двойная. Короче, Вуконг попадается вот и Кенский. Так. Что, ребята, я могу сказать? Как видите, у меня попалось повторочки, да? Повторочки. И здесь реально попадается много повторок. Поэтому я поставлю Бравл Старсу плюс. Потому что я когда знаю, что я покупаю один пак, мне здесь точно не попадётся повторка. Поэтому я ставлю сюда плюс. Но я сюда поставлю плюс. За счёт того, что здесь много реальных классных героев. Много разного всего интересного. Всё тоже крутого. Кстати, или я ставил уже плюс? Если я не ставил сюда плюс, то поставим так повсеместно, так сказать. Окей. Открываем следующую карточку. Подзырим, что она из себя представляется. Ребят! Ребят, вы видите это? Вы это видите? То есть, смотрите, вот. Ёперный кардабалет. Ребят, ребята, это у нас идёт киллбот. Ситана попадается. Йоу, бой! Кстати, второй раз мне попадается киллбот. Как видели, наклеечка-то была не заклеена, ничего не сделано. Это не постановка. То есть, две карты и киллбот. Ребята, ну я не знаю. Я ещё поставлю плюс. Я ещё поставлю плюс. Не знаю. Для меня это просто вау. Это просто вау для меня. Так, смотрите. Здесь остаётся четыре карточки. И здесь остаётся ещё один Бравл Старс. Давайте откроем Бравл Старс, посмотрим тоже. Вау, ребят, чё это за перс такой? Чё это такой за перс? Напишите в комментариях. Я, может, многое пропустил уже из игры. Так. Ну это какой-то пингвин. Пингвин, бэйба. Так. И здесь у нас попадается... Кто же это? Кто же это? Викингбулк. Викингбулк. Ёо, чё это? Чё? Ребят, такого у меня в жизни ещё не попадалось. Посмотрите, как он переливается. Это золотой Бравл ящик. Самый топовый. Да, посмотрите-ка. Кстати, реально, ребята, у меня есть коллекция. Но там такого нету. Вау, Булл ещё вот и кенский идёт. Типа игрок в футбол американский. Точнее, называется Сокерс, бэйба. Также у нас здесь идёт Таранита. Нет, Таранита. Нет, чё ты сказал? Это просто Таранит. Чё за Таранита? Представьте, был бы Таранита. Хорус Бо, ребят. Вау, ну эта коллекция прям точно крутая. Прям очень пупушечная. Ребят, не знаю, у меня таких карточек ещё не было. Серьёзно, без приколов. Так. Это у нас идёт... Это точно не то вроде... Вроде... Нет, не знаю, не помню. Джинс и эта карточка, которая нам попалась. Окей, окей. Ну, ребят, реально очень крутые карточки. Можно им играть. Но этими можно ещё играть и дистанционно. Поэтому ставим тоже Лукас. Но, кстати, если говорить о приложении... Приложении, да? Мы же через приложение в них играем, а не так просто. Думаем мыслями и передаем. Поэтому в Бравл Старс я тоже поставлю. Потому что в Бравл Старс тоже можно играть дистанционно. Почему бы и нет? Кстати, почему бы и нет, да? Окей. Ну, мы же через приложение, да? Мы же говорим. Вот этими карточками, кстати, можно просто так играть. А вот этими просто так... Ну, как бы не очень. Не очень можно ними играть, да? Поэтому, ребят, извиняйте. Извиняйте. Побеждает ещё раз Бравл Старс. Не знаю. Бравл Старс для меня сейчас пока в топе. Мои мысли движутся по-другому сегодня. И Бравл Старс, возможно, победит. Окей. Смотрим, что здесь у нас попадается. Йоу, ребята. У нас... Я не знаю, что сегодня с карточками случилось. Я думаю, что они просто боятся проиграть Бравл Старсу. И сегодня пытаются всеми силами победить. И здесь у нас, ребята, попадается амулет чемпионов. Я в шоке. Две карточки. Киллбот. И амулет чемпионов. Ребят, что сегодня случилось? Что сегодня-то случилось-то? Скажите мне. Что сегодня случилось? Жесть. Окей, ладно. Окей. 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 Я ещё поставлю один балл. Потому что, блин. Ну, я очень сильно рад от этого. Очень сильно рад. Почему бы мне не поставить ещё один балл здесь? Окей. 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 Давайте-ка. Открываем ещё. Что мне сегодня ещё ожидает? Не знаю. Так, у нас Хиггс здесь попадается. Ну, Хиггс это такой себе игрок. Так, у нас остается, ребята, две карточки. Окей. Открываем. Первый. Это у нас идёт Вуконг. И второй. Пожалуйста, чтобы это было что-то топовое. Что-то интригующее прям. Я открывал, знаете, спереди. Но здесь что-то интригующее будет. Поехали. Йоу, бро, легенда Кронус Орк. Кстати, Кронус Орков именно легенд. Мне достаточно часто и много попадается. Ну, немного, знаете, штучки три уже попало где-то за всё это время. Но всё равно, в отличие от других каких-то Титанов, ой, легенд точнее, их достаточно-таки часто попадается. В общем, ребят, смотрите, что можно получить. Если это видео наберёт 2000 лайков в течение 24 часов. Окей, смотрим. Мы получаем легенду. Мы получаем Вуконга. Мы получаем Хиггса. Мы получаем Амуле Чемпионов. Мы получаем Киллбота, Титана. Ребята, извините-ка я за выражение. Но это Киллбот Титан. Вуконга. Вершняк Тембревы. Брута. И Легиона ещё. Легион Вершняк Тембревы. В общем, ребят, мы все эти карточки с вами получаем. И также мы получаем вот эту вот всю коллекцию. Всю коллекцию Бравл Старса из 16, получается, карточек. Вот такую вот прям мощную топовую. В общем, ребят, на этом всё. Если вам понравился этот видос, то обязательно ставьте ваши лук, обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а там всё, ребята, всем пока. И до скорой встречи. Всем пока. Всем пока. Пакетики. А, да, кстати, ребята, чуть не забыл. Здесь победила боевая ничья. То есть, 7 Бравл Старс и 7 Амонг Ас. Точнее, АТВ Арена. Хотел сказать Амонг Ас. Ну, вообще, ребят, на этом всё. Всем пока. До скорой встречи. Всем пока, ребят. Всем пока. Пока.